На видеосвязи с Солигорску, с нами находится, я выбачаюсь, на телефонной сувязи с Солигорску находится подполковник финансовой милиции у отставцы Виктор Молочко. Господа Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Послушайте, ну весь час идут поведомления про там, затримали чиновника Хабарника, тут затримали. Зараз в Солигорск так само, отримывается что? Там в Ауладе вообще нема сумленных людей? Все мают волосатые долонники? Видите, тут сейчас право в системе, яка в республике створилась. Потому что чиновники, они подпарковываются вертикали, и они подпарковываются президенту, и они командуют на местах силовыми структурами. Поэтому силовые структуры на местах с ними не могут ничего грабить. Они, видите, что не могут с ними на них пальцем погрозить. Поэтому от этого все отримывается. Например, когда мы говорим о Солигорске, то наш уже былый мэр Римашевский, он, когда говорит так грубо, то он поднял под себя усих силовые структуры. И держконтроль, и прокуратуру, и суд, и милицию. Поэтому все это отримывается. Это все от самодозволу. Потому что он уже давно при Уладе был. И человек подумал, что ему все можно. Господа Виктор, ну все-таки навод, калі такая уже глыба, гэты ваш экс-керовник району, подмял усих местовых силовиков, зараз же силовики его подмяли, отримливается на дворот. Не такая великая глыба. Меж тым, глядите, вот эта сумма 2700 долларов. Неужо эта такая великая сумма навод для чиновников у зровню Солигорску, гэтак мостно рызыковать? Я нагадаю, что до 15-ти годов зараз Римашевскому погрожает. Я, знаете, что вам могу сказать? Что вы говорите, что силовики его все-таки забороли. А лишь его забороли центральные силовики, они местцовые. Местцовые могли на оглу про это ничего не ведать. А про сумму Хабару, конечно, конечно, что сумма Хабару, она невеликая, она навод для Белоруссии. А мне сдается, что они ни от чего не отказываются. А может быть... На бутыльку коньяку мне сдается, он бы взял. Ну, ведаем, там и колбасами берутся, и цукерками. Чем за угодным берутся. Послухайте, так может, на самом речь, что рызыка не такая великая, уличиваючи, что кольки выпадков ведаем, кали там миллионы крали чиновники, трошки здесь и посадели, потом знов выходят, и у обыход закону зновку Лукашенко их признашает на некие посады. Может, саправду и рызыка не такая великая, и не отсидеть гэтыр Машевске стольки? Ваше правдумение? Рызыка за все да есть. Рызыка есть стратить все, что уже до этого он набрал. Але все-таки человек привыкает к тому, что вот его посада, тот, что его крышует сам президент. То есть, что, как вы тое кажете, что он не отъедет до конца, не все заберут. Поэтому все это... И отрывается, конечно, вынику, что человек берет. Берет не звучать ни на что. Кали казать о Брамашевском, то последний год, это, наверное, уже раз в третий или четвертый по Сареворску ходят эти шутки, что его затрымливали. Поэтому мне сдается, что он не думал, что им так обыдеться. То Бог все-таки доскакался, не глядишь навык на попереджене. У тымлику и от вас, вашего сыну. Такие свои особливые попереджене. У вас, можно сказать, уже такая семейная справа, взмагание с коррупцией. Ведом, что публикует ваш сын антикоррупционные материалы. Так само маяць великий резонанс. Але не паусюль, следшие органы пишутся адписки. Литеральна, сегодня бачу одну такую адписку у вас у Фейсбуку вы змешали. Про то, что не ваша справа, что там отбывается. Боли за то, отбываются напады на вас, на ваших сваяков, умовно невядомых. Что отремливается? У вас в Салигорску, возле этой силовики, они не змагаются с коррупцией, а змагаются с тыми, кто заявляется саправдным антикоррупционером. Это как? Я вам скажу, что по-просто, я думаю, что это практика для всей республики, а для Салигорска, наверное, больше яркая. Когда пишешь, например, в Держкомитете это писал, альбом прокуратуру, альбом милиции пишешь, как проверили расходование неких грошовых сродков в Иконкаме, некой структуры в Иконкаму, то эти силовые структуры направляют им этот запад. Я отремливаю отказы с Выконкаму за подпись вам Рымашевского. Все у нас нормально. То Бог саправдает, что Рымашевский, он трапил подраздачу не мясцового характера, а это некая указилка от кульсти с центру, где такие высшейшие чины сядясь. Але, сгадываючегося пошний выпадок у Ворши, калі там уламиліся до мясцового керауника, так сама, силовики, потом Лукашенко там зрабил разнос, потому что, каже, это мои люди, я их признашаю, и они себе самые так называют, государевыми людьми, тут чому взялися за старшиню Райвы Конкаму. Сдавалось, так сама признашенный человек Лукашенки. Я думаю, верите, что все-таки он некую грань пройшел, а по-другому, вот вы узгадали публикации эти, великие артикулы Александр писал, все ж таки мы после выборов зарегистровали это в областном управлении КДБ по Минской области. Читали они там, не читали, там множество, я как бы вы оперативник, там множество хороших, добрых этих фактов было приведено. Алия КДБ накировала это в областную прокуратуру, а областная прокуратура все это скировала в Солигорскую прокуратуру, и это все местный сподарал, где и прокурор списал. На кольки где-нибудь, кто себе пометил, что там было указано, я думаю, что коли мы помогли в этой справе с Александром, то мне, конечно, это приятно, навык, який былом супрацовнику оперативной службы. Сподар Виктор, но вы писали не только про Рымашевска, про многих коррупционеров, богатых у вас там. Як думаете, за когось все там возьмутся, не возьмутся, альбо, это вот такая ситуация, про которую многие эксперты говорят, что в принципе у Беларуси есть у Лукашенко компромат на кожного чиновника, и он просто час от часу дергает за такие ниточки, как постать не боялись, его сажает по чарзей, и тому у Солигорску ближайший час неких посадок, неких таких затриманьяв, и инших не варто чакать, бо есть одно такое показальное демонстративное. Я думаю, когда эти справки все-таки дадут дальнейший ход, то еще некие затримания должны быть у Тим Лику и у Белкалии, потому что один из зачетов наместника керамника Белкалии, кого так само взгадывали в этих артикулах, он подавал иск у суд на Александра, то, что его там покрыделись, то, что он коррупционер. А Лепоты, мабуть, они между собой поговорили, и на последнее поседжение суду он не пришел, и справу вспомнили, потому что у него там оказалось, не он, коррупционер, а мать у него в одной структуре учредителем являет являет и Поэтому я думаю, что еще у нас будут затримания. господа, 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 на конец разговор хотел у вас запитать человека с велизарным досвидом вось у змагании с хабарниками. Вось глядите, Александр Лукашенко о мальчверц в 100 годе змагается с коррупцией, коррупционеров все больше и больше становится. Ваш рецепт, можно вогули перемагши коррупцию в Беларуси, кали можно тояким чином? Не, не нужно перемагши, не можно перемагши только кали изменить весь строй. Ну что ж, альбо изменим строй, альбо далее вокруг нас будут волосатые руки. Дякую великую вам за размогу и так само за вашу деянность. Я, господи, хочу нагадать на телефонной сувязи с Солигорску. З нами был Виктор Молочка, подполковник финансовой милиции уводставцы.